Всем привет! Меня зовут Алик Штефан. Добро пожаловать на очень уникальный проект Airship. Хочу показать вам все этапы строительства, как пришла идея и какое у нас видение. Окей, поехали! Я живу на острове Бали уже седьмой год, занимаясь управлением вилл. То есть у нас на сегодня более 30 вилл в управлении. Мы их берем на год, переиздаем посуточно. Но, вы знаете, я начал обращать внимание на то, что с каждым годом в мире набирают популярности уникальные объекты. Люди хотят жить не просто в красивой гостинице или на классной вилле. Они хотят получать эмоции. И поэтому я лично начал изучать разные уникальные объекты на Airbnb, на букингах, в разных изданиях. Изучив все, мне пришла вот такая мысль, вот такая идея. Представьте, космический корабль, он падает на землю, зарастает зеленью, он такой вот полукруглый. И это становится место для романтических свиданий, где пары могут уединиться с телескопа, посмотреть на звезды, увидеть океан, прочувствовать атмосферу Балии. Мы назвали Airship, вообще-то переводится как дирижабль. Но это что-то между космическим дирижаблем. Вы такого не встретите нигде в мире. Мы подали на патент. Да, знакомьтесь, это Даниил. Работает в компании Alexville с главным проект-менеджером, также является архитектором. Он уже построил более 80 вилл. На каком сейчас мы этапе и с какими трудностями мы сталкивались? Весь строительный процесс у нас, правильно ты говоришь, разбит на этапы, также разбит на проценты. На сегодняшний день мы достигли 70%. Можно уже даже зайти и немножко представить, да, что у нас впереди ждет. Тут у нас сегодня черновой вариант двери уже готов. Почему черновой? Мы видим, она не отрегулирована по уровням, то есть у нас не стоит четвертое колесо. Ну легко ходит. Но надо понять, что когда здесь стекло будет, когда мы здесь сверху еще там бамбуки или дерево добавим, растение, оно будет тяжелее. Тут у нас будет терраса, будет приподнят уровень. И точно так же у нас отделка пола. Она еще совсем никак не подготовлена, у нас готова только конструкция. Это зал. Да, мы будем класть сюда калсий флор. Это такие листы 2 сантиметра толщиной. Изнутри, естественно, мы это все обработаем и снаружи долгостойким покрытием. У нас будет тут такой монолитный выглядеть пол. И на него мы уже будем класть местами где-то плитка, местами ткань, как на татаме. И эту идею я начал рассказывать разным архитектурным бюро, разным дизайнерам. И, по сути, мы обратились в разные 5 компаний. И только вот компания Махно, она, по сути, выиграла этот тендер и показала нам то, что близко было к вот этим внутренним ощущениям, как мы хотим сделать наш проект. Здесь у нас 6 соток. Каждая вилла занимает 3 сотки. Снизу будет большой красивый ресепшн. Там будет лондри, там будет кухня, там будет место, где мы встречаем гостей. При заказе мебели, при разработке данного проекта все дорабатываем до мелочей. Потому что на самом деле, когда ты это пересдаешь посуточно, да, люди нейтрально оценивают. Они ставят оценки в Airbnb. И наша задача, вот я как владелец управляющей компании, понимая, что важно иметь 5 звезд, важно иметь суперхост. А для того, чтобы иметь суперхост, нужно делать все супер качественно. Мы работаем с разными бригадами на разных аэршипах. Для чего мы это делаем? Потому что у нас в целом много идей, много проектов будущих. И мы делаем между ними определенную конкуренцию. Чья бригада делает лучше, получает больше заказов. Но мы контролируем эти бригады каждый день. У нас есть камеры, у нас есть наши сотрудники с компанией, которые каждый день здесь наши прорабы. Да, они здесь регулярно, поэтому контроль для нас очень важен. Качество будет безупречным, я в этом уверен. Здесь уже тоже сразу подготовлены все сливы, все для кухни. Что за материал? Это алюминиевый композит. У меня была идея вообще вот отделку экстерьера вилл, облицовку точнее, тоже с алюминиевого композита делать. У нас снаружи, когда мы выйдем, посмотрим, там снаружи все хорошо изолировано. И то это не финальная версия. Надо приехать сюда, когда дожди будут. Да. Сейчас мы попадаем в зону спальни. Здесь будет шкаф, то есть можно повесить вещи, вот там можно прям сумки положить. И вот спальня, просто я таких больших, наверное, никогда не видел. Это же больше, чем суперкинг, правильно? Да, это больше, чем суперкинг. Это, грубо говоря, суперкинг со ступенькой. Вот так вот у нас 2,20, так 2,70. Не пожалели денег, друзья, думая о наших гостях, и сделали вот эти вот стекла, которые у нас фронтовые, солнце защитные, для того, чтобы жара не попадала внутрь. То есть внутри будет достаточно прохладно, даже холодно. Мы ставим мощные кондиционеры сюда. Мы не просто так его поставили здесь на каменное плато. Место, где мы находимся, это каменное все-таки у нас. Земля здесь каменная. Это улувато, друзья, здесь почва каменистая. Но также, правильно Алекс подметил, мы используем эти элементы и в отделке стен, где-то мы местами увидим. Это будет очень классно выглядеть с окружающей территорией. То есть мы, выходя с самого комплекса, будем где-то в горах, кусками видеть именно такой материал. То есть мы не просто выкидываем камни, они же являются и декором для наших вилл. А что по фундаменту? У меня друзья некоторые спрашивают, Алекс, слушай, а неужели нельзя было вот этот аэршип, вот эту конструкцию виллы сделать просто вот так на земле? Кто строит временно, он бы так и сделал. Но мы строим на будущее, на долгое время. Все-таки мы работаем с инвестициями. И это должно быть все на 100, я не знаю, там 20 процентов. Выполнено качественно. Это должно простоять очень-очень долгий срок. Поэтому мы выполнили полноценный фундамент, как под дом. Проект мы делаем с инвестором. Инвестор у нас из Беларуси. Очень продвинутый парень, с которым очень рад сотрудничать. Изначально я хотел в эти проекты вкладывать чисто свои деньги, но когда я ему показал, он сказал, Алекс, я в теме. Также мы же находимся на Бали, это сейсмическая зона. Хоть и здесь не такая большая активность, именно в этом районе. Мы это просчитываем, учитываем, что нас тут может потряхивать, землю может шевелить. Поэтому фундамент должен быть надежный. Также у нас готово все в бассейнах под отделку. То есть у нас готовы чашки. На одном из бассейн мы сейчас проверяем то, насколько он хорошо держит воду. Именно так. Если мы копнем глубже, оба бассейна выполнены немножко разными технологиями. К примеру, по системе труб с внешней проводкой сделан бассейн Бич Волк, торговый центр. По этой же системе там сделан бассейн с розовыми фламинго, такой достаточно знаменитый бассейн. Кстати, наш прораб как раз являлся главным прорабом Бич Волки, который строил этот бассейн. Так, вот эта часть, это у нас тут водичка будет, правильно я понимаю? Да, это у нас водопад. То есть это канал, где постоянно идет проток воды. Из-под аиршипа будет целый водопад. Не то, что... А целый водопад. Напор. То есть ты туда можешь подплыть, пофотографироваться. Не надо 40 километров отсюда ехать на водопад, когда у тебя есть свой. В целом проект получается очень крутой. Я пытался найти подобные проекты в интернете, где-то я не нашел. И, кстати, не зря, да, очень хорошо, что он запатентован. Его не скопировать. Эксклюзивный. На Бали такого нет. Ну, на самом деле, даже в мире вот именно такого нет. Вот эта дальняя вилла у нас идет с небольшим опережением по графику, чем первая. Тут мы видим уже бетонные такие ступеньки, да, это наши тропинки по саду, по ландскейпу. Вид здесь просто фантастический. Земля мега крутая. Мне очень нравится локейшн, что это прям 4 минуты от Савая, бывший клуб Омни. Да, да. Это же прямо вот центр центра. Энергетика, да, хорошая? Да, да. Мы вот этот металлокаркас, одну из них варили мы на Яве, одну из них варили на Бали. Да. Две очень крутые бригады. В принципе, по качеству все четко. На них можно висеть. А если мы обратим внимание, внутри она сделана кольцами, то есть это все сварено одной целиковой прямо вот структурой, конструкцией. Нижняя часть именно эйршипа, она проварена аж в два ряда. Почему конструкцию мы сейчас каркас видим черный? Потому что он уже в первом слое краски. Перед установкой стекол пройдем еще на один слой. И уже после установки стекол мы будем смотреть, требуется ли где-то докраска. Если мы посмотрим на тот, он еще зеленый, но это не цвет стали, не надо путать, да. Это цвет нашей грунтовки. Мы используем эпоксидную грунтовку, очень прочную, надежную. Вообще, друзья, смотрите, эта зона у нас ресепшена. Этот маленький эйршип мы разработали с идеей того, что здесь будет кухня, но потом поняли, что тогда потеряют уникальность вот эти два эйршипа. То есть мы же, люди будут платить деньги за то, чтобы побывать в необычном месте, а ресепшен и кухня как бы тоже в таком же формате. Поэтому мы это все дело убираем, ресепшен увеличиваем. Но и также хотим показать вам здание, наверное, материал, который изначально был неправильно выбран. То есть, в принципе, мы когда начали делать проверку нашими инженерами, поняли, что он может не выдержать ту нагрузку, которая ожидается. Со стеклом, с деревом, с растительностью. Да, вот как раз мы видим, здесь у нас и сам металл тоньше, и вид металла абсолютно другой. Ну, вовремя мы увидели это все, вовремя остановили. Днем, утром, конечно, вид фантастика. Ночью я понимаю, что здесь будет темно, будет страшно. Я предлагаю, я это уже говорил Чандре, нашему твоему помощнику, добавить посередине бассейна одну лампу, под водопадом одну лампу и сбоку одну лампу. Я понимаю, что по электричеству будет это, наверное, дороже, но я бы хотел, чтобы бассейн был максимально прозрачным, да, чтобы он светился. И плюс вот напротив нашей территории, да, я бы подсветил деревни, поставил бы, может быть, какие-то несколько балийских статуй и их тоже подсветил. И ночью у тебя бы открывался бы вид на звезды и красивый вид на подсвеченные деревья с бассейном. То есть у тебя, чтобы не было у наших гостей чувство страха. Вот недавно я останавливался на Виле, на берегу океана красивое, и там так было темно, притом комната возле скалистой местности, океан, бам, бам, знаешь, темно, мы вот с девушкой заснуть не могли. Мы тут практически полностью переделаем ступеньки. То, почему мы сегодня ходим, этого не будет. Мы их снесем и сделаем новые, более правильные, по высоте, по глубине, чтобы было удобно заходить. Также у них будет облицовка, такая же, как на стенах. Стену эту рушим, потому что она недостаточно прочная, недостаточная толщина. То есть мы, когда делали проверку, увидели, что непорядок. Даня, спасибо большое, что поделился, рассказал процессы. Друзья, подписывайтесь, комментируйте. Скоро, через пару месяцев покажем вам новый выпуск, новые изменения, которые происходят на нашей стройке.